всем привет мужики сегодня будет ролик о снаряжении патрона в латунную гильзу но гильза необычная гильза то обычная недавно посчастливилось мне на оружейном сайте на оружейной барахолке купить вот такие гильзы в салтеповской упаковке гильзы охотничьи металлические тип омж он же это у нас получается буква же последняя это живело то есть вы поняли 50 гильз под живело покупка была очень выгодной по большому счету каждый патрон был снаряжен капсуле ну то есть бонус приятный а уже как я снаряжаю этот патрон тоже снаряга патрона такая не совсем обычная я сейчас вам покажу сейчас с вами зарядим один патрон и так друзья вот эти патроны ближе покажу его эту упаковку я думаю видно нормально ближе не могу потому как попадает в тень 12 калибр нельзя хоть ничего в общем да тут их нормально все новенькие блестят в общем вот они заряжены у меня есть патронтаж но сейчас еще буду 8 патрончиков заряжать но с вами еще заряжу один патрон покажу вам в общем все просто все подручные средства никаких у меня станков нет я уже говорил ну в общем так сейчас закидываем гильзу очень туго идет просто капец так друзья еще одно отступление не отступление порохом я пользуюсь по птицам в основном порох круг вот этот порох это наш украинский производитель вот друзья хвалить его не буду ну вы знаете и плохо сильно о нем говорить ничего не буду порох как пора да и все дешевый по птице нормально у каждой баночки вот такая бумажечка лежит открываете баночку здесь указана навеска данной партии у нас 2 и 3 грамма пороха идет у нас на 35 грамма дроби так и будем заряжать не будем еще тут выдумывать уменьшать увеличивать навески все так заряжаем как написано включаем вонючие только блин как открывающего запах такой вот 2 и 3 грамма сыпем порох такой мелко-мелко-мелко дисперсный вес такой приличный у него я не знаю как там россияне есть у них там такой порох не все кто много и многие плюются от него то дерьмо дерьмо ну блин не знаю ребят не буду 2 и 3 грамма ровно вот мы я не буду закрывать сейчас дальше буду еще заряжать теперь ребятушки идем дальше пыш пыш я вам тоже с вами уже показывал этот пыш вам обычный двп кразис как там еще его называют обычный двп да есть у меня короночка и на сверлильники нарезал вот прикол том что я его делю на 2 спокойно делится вот и раз разделяем на пополам потому как слишком упругий твердая прокладочка плотненько идет вот так нормально так порошок есть теперь дальше друзья вот у нас пенопластовые пыжи вот тут покажу это вот обычный пенопласт пум-пам но розового цвета вот такого кремового такого вот это именно хороший пенопласт он не сильно твердый есть газа тверже него но вот этот пенопласт он как бы не садится чем он хорош тем что сейчас мы ставим его патроны но его хорошо сжимать надо смотрите как я заряжаю ставлю 3 пыжа вот один за ним сразу же 2 сжимаю потом прокладочку потом третий вот таким макаром я заряжаю и опять прокладочку то есть у меня получается три прокладки вы поняли да получается порох прокладка первые два пыжа прокладка они сжимаются и и 3 пыщи после него тоже прокладка но вот этом вот таком от варианте просто обалденный выстрел так ребятки но само собой само собой все таки кто не ставил я теперь начал опять ставить само собой импровизированный контейнерок из листика бумаги с картоночки вот у нас вот так вот туда становится отлично ну и дробь дробь и смотрим еще дальше так где наша друг друг наша пятерочка вот она плохо подготовился но не насыпал в банку вот 35 грамм как написано на листике жалко нету хронометра замерить хотелось бы конечно замерить как работает порох круг просил я тут сашу канал как научиться стрелять не хочет не хочет снять обзор по круг по пороху круг вот теперь засыпаем сюда дробушку вот берем прокладочку на дробь не взял сразу прокладочка на дробь все это дело закрываем прокладочкой берем навойничек вот тут у меня просто навойнички я занимаюсь столярным делом ну то есть вот такое все я изготавливаю сам без проблем для меня не составляет труда сделать навойник там ну не знаю любое вот такое точеное крученое верченое это все нам вот ребят получился патрончик ну а кто бы там что не говорил нет у меня сейчас в данный момент прокладочки вернее не прокладочки а пыжа вот этого как заглушка пластиковые были да неплохое дело там напугали меня немножко тем что этот пыш разбивает с ног дроби ну вот эта заглушка ну бог с ним в этом варианте вот берем обычный пластилин кто-то скажет фу пластилин там ствол загаживает не знаю ребят сколько стреляю со своего ежа двадцать седьмого ничего мне не загаживает нигде вообще вообще проблем нет вот следов даже не остается после выстрела я не знаю куда он этот пластилин девается как у него ружье выстреливает что вот вот такое примерно примерно вот таком вот варианте я делаю на утку патроны все это под пластилин даже пластилин хороший жирненький такой вот вот друзья вот он так закрыт я не знаю плохо да действительно вот так я чуть подальше буду показывать плохо видно конечно ребят рекомендую ну опять же таки ушел я от стрельбы латунными гильзами под центробой все ну вот эти постоянные осечки там просела капсульное нездо наковальня там не просела там это мерять не мерять бывает же ситуации такие вот ну такая утка красавица у тебя бам сосечка ну нафиг она надо тут осечек не бывает все класс лупит стреляет он единственное неудобство с декапсулированием вот эти гильзы при декапсулировании у них сделано гнездо просажено здесь ровно вот здесь а внутри сделано как бы ну второе тело горка идет и получается из-за вот этой горки когда мы вставляем ну я выбиваю обычным стандартным стандартным вот направляющим вот таким вот вот тут ручечку приделал у меня вот такой вот подставочка вот такая вот с отверстием под патрон я сюда бросаю все раз вставляю попадаю стук и вылетел вот ребят из-за того что получается по капсулю по капсулю гуляет вот эта иголка она ну как бы не ну вы поняли вот я вставляю она ну игра то есть она цепляет цепляет вот этой пяточкой ребро самой гильзы вот этой выпуклости ну и бьешь и получается не можешь выбить вот надо шевелить шатать там попадать стуком тогда когда ты отцентровал четко бум вылетела то есть буду делать здесь приспособлен чтоб четко по центру заходила иголка тогда проблем никаких не будет вот и по той причине вот я только что всаживал капсуль вы увидели почему тура идет потому что это немножко подогнул все я то сейчас ставил капсул выровнял все нормально ну вот так кстати 90 год выпуска гильз не могу сказать что гильзы гильзы ну как бы до совдеповский еще атыка есть приемка все тут как бы есть вот штамп атыка здесь присутствует все как бы нормально да да но но 90 год уже уже не совсем совдеповские ну как совдеповская ну не совсем такой же потому что уже одна гильза треснула просто я еще вам покажу просто рэпнула она не знаю по какой причине тоже показать черт знает ну вот она не знаю темно темно я вижу что темно нужно будет что-то думать со светом камере не хватает света ну вот она треснула и вот она от основания полностью до фактически до половины и разорвала эту гильзу не знаю чего так бог его знает у меня гильзы он есть ой сороковых даже годов латунные под центробой и они до сих пор в бою и нормально ну понятно что они меня каждый же день стреляли а это ну сколько ну два выстрела вот так вот чмак ее и все бог его знает я считаю в этом месте просто не ничего там нету там не перезаряжали их там сильно не просто брачок какой-то шоу может быть разорвался в общем ребят вот такой вот патрончик вот правда рекомендую нормальная тема именно вот этот пенопласт не связывайтесь с вот этим синим пенопластом я что-то на него так по понадеялся вот он купил целый лист чисто я случайно патронтаж стоял я на уточку на вечерку ну время было как-то ну там переминаешь в кармане патроны и вот сюда пальцем двенадцатом калибре ну тут хватает влазит палец и так на пластилиновую эту думаю ну вот так как-то подправляю нажимаю он раз и пошел утапливаться не понял беру второй патрон то же самое так без напряга утапливается и я вам скажу утапливается прилично ну там сантиметра на два я полностью каждый патрон притопил то есть вот этот пыш синего цвета пумпан этот пенопласт вроде чего и сжал хорошо все все равно он от постоянного давления поджатом в сжатом состоянии как бы он он садится 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 и то есть получается вот это вот свободное место получается вдруг там телепается цикатит и просаживается сильно просаживается соответственно и амортизационные способности пжа теряются ну как таковой то вот этого желтого ну вот этого кремового цвета пенопласта этого нету то есть как бы не садится Он как сел, вот сколько сел Так он и остается в этом месте Сколько бы времени не прошло Ну то есть Хотя он чуть-чуть помягче этот пенопласт Но выстрел вообще Обалденный, комфортный просто Ну и я же говорю Жалко, что нет возможности Проверить на хронографе Какая скорость У дроби Куча очень хорошая Бьет так кучно, что просто Я по воде, когда бью Видно хорошо, таким снопом ложится Даже с капроновых патронов Ну нет такой кучи Как вот эта вот латунка выдает Ну именно вот это тут подживело Так что друзья, рекомендую Кто может справляться С гильзами под центробой Пожалуйста, то же самое Но У меня Половина моих гильз под центробой Латунный Блин Стреляет Половина осечек Такое Здесь этого нету Проблем этих нет Все отлично Все хорошо Тем более Это заводская гильза Заводская гильза Под ЖВЛО Это ее основной козырь Так что Хвалите Ругайте Кому как угодно Мне нравится Рекомендую Дешево получается Заряд Снаряга фактически вся Ну За исключением пороха Капсуля Снаряга вся у меня Своя Прокладки Дробь Это все Я сам делаю Ну то есть Получается Очень дешевый патрон Итак Патрончик мы зарядили С вами Показал вам Ребятки На этом все Всем пока Удачи Ну и метких выстрелов Субтитры сделал DimaTorzok